Традиция японского театра кабуки и русский психологизм на сцене легендарного бхата премьера. Там дают шекспировского короля лир. Необычное российско-японское действие уже окрестили сенсацией нынешнего театрального сезона. Репортаж Татьяны Бодровой. Шекспировский король лир на сцене московского художественного театра не просто очередная премьера. Это интереснейший эксперимент, который осуществил знаменитый режиссер Тадаси Судзуки, соединив древние приемы традиционного японского театра и психологизм русского. Что думает по этому поводу главный режиссер мхата Олег Табаков? Говорить ничего, кроме нежности и, как бы сказать, веры в смысл и успех этого дела, не могу. Тадаси Судзуки сам выбирает актеров, физически подготовленных к тому тренингу, на котором основана его школа. Это жесткий самоконтроль, это концентрация воли, внимания, энергии, изучение своего тела и его возможностей. Подготовительный класс актеры прошли в Японии, в центре искусств Судзуки. Это театр энергии, это театр древней Греции какой-то, да, то есть условности, театр воображения. Действие спектакля происходит в лечебнице. Жалкий, всеми покинутый, безнадежно больной король Лир пытается вспомнить прошедшую жизнь. Сумасшествие, одиночество, расплата за то зло, которое он совершил. Наш мир безумен, не прекращаются войны, террор, умирают дети. И до сих пор не появился врач, который бы избавил человечество от болезней. Поэтому для меня весь мир лечебница. Но я верю, что не напрасно усилию художника, который живет в современном мире. Воспитанные Судзуки актеры способны передать в залы неслышной обычным ухом вечный путь человеческой истории и дать надежду. Татьяна Бодрова, Первый канал.